МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей. Саров-24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Новых зараженных нет. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? Учеба с учетом эпидобстановки. Комиссии проверяют готовность школ к новому учебному году. 8 площадок для игр и мастер-классов. В Сарове стартовал проект «Дворовая практика». Далее расскажем обо всем подробно. Менее 10% населения мира переболели новой коронавирусной инфекцией. Такие данные озвучила представитель Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Киркхове. По словам эксперта ВОЗ, больше всего случаев заболевания выявили среди медицинского персонала, работающего с COVID-19. Ранее американские исследователи заявили о невозможности создать коллективный иммунитет к новому коронавирусу без вакцины. У большинства людей SARS-CoV-2 оставляет средний иммунитет, который через 3 месяца полностью проходит. Именно поэтому при COVID-19 коллективный иммунитет, основанный на антителах, создать затруднительно. Регистрация первой российской вакцины от коронавирусной инфекции ожидается в течение 10 дней, сообщает РИА Новости. К концу года объем производства может достигнуть 10 миллионов доз за 1 месяц. Вакцина, разработанная учеными Центра имени Гамалеи, и Министерством обороны уже доказала свою эффективность и безопасность в ходе испытаний на добровольцах. Итоговое обследование показало наличие у всех испытуемых иммунитета к коронавирусу. Детей этой вакциной пока прививать не будут. Институт имени Гамалеи планирует начать исследование вакцины от COVID-19 на детях в январе-феврале следующего года. Исследования на несовершеннолетних можно будет проводить только после того, как закончатся все исследования на взрослых. За минувшие сутки в России выявили 5159 новых больных. Всего за время эпидемии COVID-19 диагностировали у почти 861 тысячи россиян. 661 тысячи человек выздоровели. 14 351 житель нашей страны скончался. Перейти на второй этап снятия ограничений по коронавирусу Нижегородская область может уже на текущей неделе. Об этом заявил глава региона Глеб Никитин 3 августа в своем аккаунте Instagram. Он отметил, что для перехода на второй этап коэффициент распространения инфекции должен быть в 0,8. Пока он колеблется в районе 88-89 сотых. Но считаю, надо переходить. Сейчас согласовываю с Роспотребнадзором. На этой неделе, если не будет форс-мажоров, перейдем, сказал Глеб Никитин. Он добавил, что перечень снимаемых ограничений общедоступен. Откроются парикмахерские, маникюрные салоны, магазины без видеоаналитики, дополнительные образования с меньшими ограничениями и так далее. По состоянию на 4 августа в Нижегородской области зарегистрировано 24 345 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 109 новых больных. Всего за время эпидемии выздоровели 20 372 человека. Скончались 397 нижегородцев. По состоянию на 4 августа в Сарове зафиксировано 969 случаев заражения коронавирусом. За сутки новых больных не выявили. 713 человек выздоровели. Умерли пятеро. Госпитализированы 27 саровчан. Из них 26 лежат в КБ номер 50. Двое из них в тяжелом состоянии. Один лечится в инфекционной больнице номер 2 Нижнего Новгорода. В Приловский окружной медицинский центр пациентов с COVID-19 направлять не будут. Переживают люди, что помца не будет с августа принимать больше больных. Мы об этом уже частично с вами говорили. И я еще раз хочу напомнить, что очень многие ковидные отделения уже в целом по Российской Федерации начинают сокращать свой коечный фонд. И в основном все лечение уже уходит на местный уровень. И там койки по-прежнему сохраняются. Значит, у нас вот с учетом свободного коечного фонда, ну вот, кстати, свободный коечный фонд ковидных именно коек составляет 69%, есть все необходимое оборудование. Поэтому еще раз хочу вас в этом плане успокоить, что лечение и тяжелых больных тоже совершенно спокойно возможно на базе нашей больницы. Хотя думаю, что если будут уж очень тяжелые больные, нам не откажет никакая из наших более серьезных крупных клиник, и нам никогда не откажут специалисты специального профиля, если что-то из этого потребуется. 162 человека, контактировавших с больными, остаются дома на карантине. За минувшие сутки проведено 378 исследований. Грипп сейчас кажется не таким опасным заболеванием, как раньше. Медики взяли этот недуг под контроль. Однако и по сей день грипп опасен своими осложнениями. Один из самых эффективных способов защититься от болезни – вовремя сделать прививку. Вакцинация от гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок России. В этом году прививочная кампания от гриппа стартует на месяц раньше – в августе. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили соровчан, будут ли они делать прививки от гриппа в этом году. 73% участников опроса отказались от вакцинации. 23% опрошенных обязательно сделают прививку и себе, и детям. Не только дать знания, но и сохранить здоровье. Поэтому учеников ждут ежедневные измерения температуры, антисептики для рук и отмена массовых мероприятий. Это новая реальность, в которой будут учиться школьники в новом учебном году. 1 сентября учебные заведения планируют открыть в очном формате. В августе по всей стране комиссиону проверяют готовность школ к встрече детей. Средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Чтобы не допустить массового заболевания и перехода на дистанционное обучение, забота о здоровье учеников в школах в новом учебном году выходит на первый план. Поэтому осматривая здания, члены комиссии особое внимание уделяют проверке и соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора. В каждом кабинете на видном месте стоят флаконы с дезинфицирующими средствами. Дополнительно в этом году мы проверяем выполнение требований санитарных правил, утвержденных в связи с пандемией коронавируса. Поэтому дополнительно осмотрим наличие и закуплены ли школой дезинфицирующих средств, закуплены ли школой бактерицидные облучатели, либо рециркуляторы, бесконтактные термометры. Пока школы готовятся работать в очном формате. Комиссия проверяет документацию к новому учебному году, а также здания и все кабинеты. Мы будем ввести входной контроль детей, температуру измерять. Средства дезинфекции в каждом классе будут находиться и на входе в школу. Если угроза распространения будет расти или сохраняться, то будем принимать какие-то другие методы организационного плана. Например, перейдем на классную систему. Традиционно в состав комиссии входят специалисты пожарного надзора и сотрудники полиции. Первые обследуют направление пожарной безопасности, наличие огнетушителей, исправность электропроводки и доступность запасных выходов. Антитеррористическую защищенность здания проверяют полицейские. В этом году дополнительно было рекомендовано министерствам и в нашей комиссии присутствуют сотрудники УБДД, которые проверяют вопросы соблюдения транспортной безопасности и паспорта дорожного движения. Комиссия по приемке учебных заведений к 1 сентября будет работать в Сарове с 4 по 7 августа. За это время специалисты осмотрят все школы, учреждения дополнительного образования и два негосударственных заведения – частный детский сад и православную гимназию. Федеральную схему обращения с отходами планируют утвердить к концу 2020 года. В единую государственную систему войдут все объекты мусорной инфраструктуры и маршруты перемещения отходов. Специалисты считают, что это позволит в том числе сформировать справедливые тарифы для населения. Новая схема позволит снизить плату благодаря межрегиональному взаимодействию и оптимизации логистики. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, в состав которого уходит Саровский физтех, признали одним из лучших вузов страны. Соответствующий рейтинг высших учебных заведений опубликовала информационная группа «Интерфакс». Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ занял второе место среди всех российских университетов. В тройку лидеров также вошли МГУ имени Ловоносова и МФТИ. Всего в рейтинге участвовало 337 вузов. Их оценивали по шести параметрам, среди которых образовательная и научно-исследовательская деятельность. Бренд, инновации и ряд других. Дачную амнистию могут продлить до 1 марта 2026 года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Если его примут, россияне смогут в течение еще пяти с половиной лет оформить участки под индивидуальное жилищное строительство в упрощенном порядке. То есть без разрешения на ввод в эксплуатацию. По мнению авторов законопроекта, это позволит стимулировать граждан строить больше индивидуального жилья. Воскресная школа при Храме всех святых объявила набор ребят на новый учебный год. Занятия рассчитаны на детей в возрасте от 4 до 15 лет. В программу обучения входят такие дисциплины, как введение во храм, закон Божий, священное писание, а также церковно-славянский язык, основы хорового и церковного пения, изо и лепка из глины. Для подростков при воскресной школе действует национальная организация ВИТИЗИ. Написать прошение о приеме ребенка в воскресную школу можно в Храме всех святых. Передвижная экспозиция адмирала Ушаков из коллекции Саровского музея военно-морской славы была представлена на главном военно-морском параде России. Гости мероприятия могли познакомиться с биографией и боевыми заслугами Федора Ушакова в морском Никольском соборе в Кронштадте. За 8 дней работы выставки организаторы провели около 80 экскурсий. В день ВМФ в акватории Невы в Санкт-Петербурге и на Финском заливе в Кронштадте прошел главный военно-морской парад. Он стал четвертым по счету. По традиции командования ВМФ России и руководство Русской Православной Церкви пригласили Саровский музей морской славы принять участие в праздновании. Нам предоставляется возможность выставляться на площадях морского Никольского патриаршего собора в Кронштадте. Это самый главный и самый красивейший собор. Мы там демонстрируем свою выставку и рассказываем гостям и жителям города Кронштадта, Санкт-Петербурга, тех, кто приезжает на праздник военно-морского флота, именно о том, кто такой был адмирал Ушаков, как он жил, его биографии, боевые заслуги, ну и, конечно, почему он стал святым человеком. Каждый год выставка пополняется уникальными экспонатами и новыми сведениями об адмирале Ушакове. В прошлом году в Кронштадт сотрудники музея вывозили 14 стендов, а в этом уже 17. Мы привозим и показываем совершенно новый стенд. Это роль главного нашего главкома военно-морского флота Советского Союза, адмирала флота Советского Союза Кузнецова Николая Герасимовича в роли поднятия славы Федору Ушакова на определенный уровень и знания. То есть, в принципе, благодаря ему мы сегодня это и знаем о том, кто Федор Ушаков что сделал. Если бы не он во время Великой Отечественной войны, наверное, так бы информация умерла о выдающемся адмирале. Передвижная экспозиция адмирала Ушаков пользуется у жителей страны большой популярностью. Только в первый день выставки в Санкт-Петербурге ее посетило более 17 тысяч человек. Впереди еще 4 недели школьных каникул, а значит, есть время провести их с пользой. С 3 августа в Сарове начал работу региональный проект «Дворовая практика». В этом году занятия с детьми будут проходить на 8 площадках. Мальчишек и девчонок ждут спортивные состязания, интересные мастер-классы, школа уличных и исторических танцев, конкурсы. Подробности смотрите в следующем репортаже. Открытие дворовой площадки Марина Джангирашвили ждала с нетерпением. Для девочки это место стало почти родным. Сюда она приходит уже не первый год. Марина рассказывает, что побывав здесь однажды, ей хочется вернуться сюда снова и снова. По дворовой площадке я очень скучала. Здесь можно поиграть во что-нибудь очень-очень интересное и познакомиться с новыми ребятами. Помимо малышей, открытие дворовой площадки ждали и подростки. Лера Забродина каждое лето старается проводить здесь время с пользой. Больше всего на площадке девушке нравится играть в спортивную игру «Снайпер». Мы делимся на команды. Два капитана и игроки на поле. Капитаны начинают игру сзади других противников. И их задача – выбить всех противников. Тогда команда победила. На открытие площадки пришло более 10 детей. Организаторам пришлось разделить их на две группы, чтобы в каждой было не больше 7 человек. При входе на площадку каждому ребенку измеряли температуру и обрабатывали руки антисептиком. Поскольку мы очень ограничены сейчас в играх, мы не можем использовать мастер-классы, например. Но мы заменяем это спортивными играми и играми на смекалку, такими, которые не требуют контакта. Дворовая площадка работает с понедельника по пятницу с 14 до 17.00. Посетить ее могут дети в возрасте от 7 до 18 лет. Также дворовые площадки работают на улицах юности Московской, Куйбышева и Силкина. Более подробную информацию о спортивных мероприятиях Центра внешкольной работы можно посмотреть в их группе ВКонтакте. Кружево всегда привлекает внимание своей изящностью и замысловатой ажурностью. Процесс создания таких изделий очень непростой. Филигранная работа требует от мастера усидчивости и внимательности. Постичь секреты этого трудоемкого искусства можно и в 21 веке. В городском краеведческом музее проходит мастер-класс по плетению на коклюшках. Одном из древних видов рукоделия. Идея провести мастер-класс по коклюшкам появилась у директора городского музея Светланы Федоровой. Когда-то давно она занималась кружевным плетением. И в одном из залов можно увидеть ее незаконченный воротник. Свои навыки Светлана Федорова передает подрастающему поколению. Для того, чтобы попробовать плетение на коклюшках требуется специальное оборудование. Нужен валик, нужны коклюшки, нужны сколки. Все это есть в музее. Поэтому мы решили дать возможность попробовать. Конечно, не каждый влечется и не каждый в конечном итоге сплесет какое-то сложное изделие. В мастер-классе приняло участие пять ребят. С помощью четырех коклюшек они сплели шнурочек, из которого потом у них получится плетежковое кружево. А после организаторы предложили ребятам сплести полотнянку. Но уже на шести коклюшках. Мне понравилось больше всего то, что мы переплетали, как будто бы коклюшки хоровод будут. Коклюшки можно сплести, разные кружева, браслетики, воротнички. Их можно носить на себе. Мастер-классы в городском музее проходят каждый понедельник и среду в 12.00. Записаться на них можно по телефону 34256. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!